Когда Путин 24 февраля объявил о деноцификации Украины, российская пропаганда сразу взялась за дело. Разъяснила стране, что это означает. Освобождаем дорогих братьев-украинцев от фашистского ига в лице Зеленского. Когда в Москве увидели, что победы нет, нацисты записали уже большинство украинцев. Оказалось, что нацизм — это заразная болезнь. Придется лечить всех, пожимала плечами Маргарита Симоньян. Появились термины «пассивный нацизм» и «нацифицированная масса населения». Зверств Буча, Эрпения и Зюми с одной стороны не было, а с другой стороны, что делать с ними по-другому нельзя. Однако в течение последних полутора месяцев, по мере нарастания энергетического террора, российская пропаганда вышла на новый уровень. Не только никто уже не прячется. Да, бомбили и будем бомбить. Не только украинцев вчерашних братьев уже не жалко. Телевидение издевается, смеется над их мучениями, как, например, в этом уже нашумевшем выпуске новостей на телеканале «Россия». Там, в Киеве и Днепре, Одессе и Полтаве, Харькове и Виннице люди страдают без тепла и воды, без связи, без горячей еды. И, во-первых, это прикольно. Так можно и без волос остаться, если сушить голову над газовой плитой. И это в лучшем случае. На лентах новостей все больше сообщений об отравлении угарным газом. Вот журналист пишет, в селе Белогородка девушка неправильно использовала генератор. Теперь в больнице. Его вообще нельзя оставлять на ночь, да еще и в подвале. Там же никакой вентиляции. Это уже, получается, смерти генераторы какие-то. Бреются на заправках? Это же очень смешно. Не могут поджарить себе мясо со специями? Ха-ха, ну пусть готовят себе что-то попроще. Россия уже готовится встречать Новый год и веселиться. Мандарины и оливье, корпоративы и вечеринки, щелкунчики, елочные базары. А украинцы пускай шарят в своих потемках. Шутят и смеются все. От малоизвестной ведущей телеканала России до пресс-секретаря Лаврова Марии Захаровой. Или, например, депутатов. Вот депутат Олег Нилов. Шутит про ракеты для украинских детей. Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди. Это шутка, конечно, такая, без комментариев. Когда пропагандист Красовский призывает топить и сжечь украинских детей. И Путин даже приказывает выгнать его из эфира. Зато Следственный комитет закономерно в итоге отказывается возбуждать дело. Когда издевается над Зеленским пропагандист Соловьев. Когда артист Охлобыстин на Красной площади кричит Гойда. Во всем этом есть надрыв и кривляние. Отчасти все они ведут себя как юродивые. Доводят до безумия идею народной войны. Но в шутках про ракеты, смерти генератора и бритье на заправках нет кривляния и абсурда. Это просто весело. Это просто забавно. Просто радость от наблюдения за мучениями других людей. Черный юмор в отношении врагов – это известный тоталитарный прием. Напоминает социальный антрополог Александр Архипова. Это такая очень специфическая черта. Это черный юмор, применяемый представителями власти, как оружия сильного. Это демонстрация того, что мы видим противника и можем его высмеять. Парадоксальным, может быть, непарадоксальным образом. Это несколько напоминает то, как товарищ Сталин использовал госсмех. Собственно говоря, как раз в 30-е годы такое публичное высмеяние противников тоже было известной формой высказывания. И в этом ничего нового, к сожалению, под луной нет. Все это такой черный юмор, который является оружием сильного для того, чтобы унизить противника. Десять месяцев войны – это огромный срок. Чем дольше длится война, тем больше страдают ее жертвы и тем сильнее морально деградирует агрессор. Шутки и издевательства, которым перешла пропаганда в течение последних недель – это тоже, если угодно, нормализация войны и бомбежек. Только с той стороны экрана. С одной стороны, энергетический террор по-прежнему объясняется военной необходимостью. Это чтобы помешать поставкам оружия. С другой стороны, пропаганда настаивает на формуле, предложенной пресс-секретарем Путина Песковым. Это просто обыкновенный терроризм. Когда террористы захватывают заложников, они перекладывают ответственность за их страдания на своих врагов. Пусть те выполняют требования. Ах нет? Ну что ж, получайте. С одной стороны, зрелище довольно-таки печальное, но с другой – вполне закономерное. Ведь упрямство Зеленского уже довело этот и другие населенные пункты до натуральной энергетической катастрофы. На самом деле, в Кремле уже могли понять, что ни военных, ни политических целей таким образом не добиться. И дело не в этом, а в желании отомстить, в ненависти и злобе. Та война, которую Кремль начинал 24 февраля, проиграна. Теперь насилие в этой войне превращается в самоцель и точно так же его пиар-сопровождение. Пропаганда гордится бомбардировками мирных гражданских целей с их первого дня. И нормой становится тот самый безразличный сарказм, с которым российское телевидение рассказывает про войну. В свежем опросе Центр Левада фиксирует максимально отрицательное отношение к Украине с начала войны. Только 20% относятся хорошо, 70% относятся плохо. Как говорит директор Центра Левада Денис Волков, это выражение отношения не к Украине. Это отношение к украинскому руководству, которое транслирует пропаганду. Это прежде всего отношение, конечно, к Зеленскому, к официальным лицам, именно к руководству Украины, которые люди видят по телевизору, которые показывают, да, заявления довольно резкие. К украинцам в целом оно сохраняется пока что позитивно, хотя у нас не было в последнем замере этого вопроса, но вот еще летом преобладало позитивное настроение, и люди объясняли это так, что это вот руководство, оно против, руководство, оно подвержено влиянию Соединенных Штатов Америки, а простые люди страдают в Украине, простые люди страдают в России. А вот руководство, правительство не могут договориться между собой. Но как тогда люди, которые смотрят эти издевательские репортажи о том, как мучают украинцев, укладывают их у себя в голове? Ведь они видят страдания обычных людей. Легко же поставить себя на их место. Легко же представить, что все это происходит, например, в Москве, вместо корпоративов и новогодних спектаклей. Допустим, вы верите, что Зеленский фашист, и что на Россию напала НАТО. Но как это совместить в голове с ехидным репортажем о том, что киевляне и одесситы сидят в темноте и холоде, не могут умыться или сварить борщ? На помощь приходят двоемыслие. Если не хочется верить очевидному, что это делает твое собственное правительство, то можно не делать этого. Мне кажется, в общественном мнении это как-то разделено. То есть, да, есть какие-то города, куда падают бомбы, а есть украинцы, которые страдают от... И даже не совсем понятно, от чего. Вот здесь разрыв есть. Что люди отдельно, а военные действия отдельно. Поэтому мне кажется, что немногие готовы провести эту связь, что, собственно, Россия делает российские войска и страдают именно от этого, в том числе и главным образом простые украинцы. А не те украинские власти, которые россияне винят в конфликте. То есть, вот здесь разрыв происходит. И, конечно, российские люди не помогают этот разрыв уменьшать. Это остается как бы в разных плоскостях. И поскольку публично эта связь не проводится, то и, в общем, большинство не готовы эту связь самостоятельно проводить и делать ее. Поэтому это так и остается в разных каких-то плоскостях и не соединяется между собой. Скорее всего, примерно так же срабатывали механизмы психологической защиты у людей и в других исторических обстоятельствах. Когда тоталитарная власть взращивает ненависть и агрессию, общество часто играет пассивную роль. Да, кто-то активно поддерживает, но другим страшно, третьим все равно, а четвертые включают двоемыслие, делают вид, что не понимают, что происходит. Что такое геноцид? Это массовое насилие, нацеленное на уничтожение какой-либо национальной, либо религиозной группы как таковой. Ну, просто определение. И геноцид всегда проходит по одной и той же формуле. Исследователи выделяют несколько обязательных стадий. Начинается всегда с разделения на мы и они, свои, чужие. Потом символизация, обозначение чужих, чтобы выделить их среди других людей. Ну, например, нашить на евреев желтые шестиконечные звезды. Потом дискриминация. Ну, это понятно. В конце будет уничтожение, сам процесс. Затем обязательно отрицание. Этого ничего не было, все неправда. Но важнейший этап пути после дискриминации, дегуманизация, обесчеловечивание. И на этом этапе за дело берутся пропагандисты. Это их задача, это их роль. Александра Архипова объясняет, как это работает. Тут надо понимать, что на самом деле, как вам сказать, убить человека на самом деле довольно сложно. Вот если, например, я резко постараюсь вас стукнуть, кто-нибудь присутствующий обязательно дернется и постарается мою руку установить. У нас очень много механизмов в человеческом обществе выработано для сдерживания агрессии. Поэтому разрешить себе агрессию в отношении других людей, физическую, это на самом деле сложный процесс. Для того, чтобы это произошло, другие люди, на которых агрессия направлена, должны перестать быть людьми. Для того, чтобы другие люди перестали быть людьми, их начинают дегуманизировать с помощью слов. Начинается такая вербальная агрессия. Опять же, можно привести много примеров. Например, Фидель Кастро, правитель Кубы после Кубинской революции, называл противников революции, спешно покинувших остров свободы, уехавших в Майами, он назывался гусанность, то есть червячки. Когда в 90-х годах в Руанде был ужаснейший геноцид, которому привела передача на радио «Тысячи холмов». И в этой передаче постоянно говорили о том, что вот есть народность Туцци, и Туцци – они не люди, они убивают своих соседей, они насилуют женщин, они воруют скот. И это все время повышалось. Сначала начали говорить с того, что они не очень честные, потом говорили, что они воруют скот, потом говорили, что они обманывают соседей, потом говорили, что они насилуют женщин, потом говорили, что они едят детей. А потом вот эта урангийская пропаганда стала говорить о том, что эти Туцци – тараканы, Использовали слово «тараканы». Уничтожение народа Тутси в Руанде в 1994 году, возможно, самый продуктивный геноцид в истории. Точных цифр нет и никогда не будет, но в любом случае больше полумиллиона жертв за три месяца с небольшим. Радио «Тысяча холмов» — это классическая, хрестоматийная история прямого участия пропаганды в геноциде уже в недавнее время, на нашей памяти. А Дмитрий Медведев его непроизвольно цитирует, когда рассуждает в телеграмме про тараканы в Киеве. Как напоминает в своем недавнем рассказе в «Новой газете» журналист Андрей Бобицкий, радио «Тысяча холмов» не начинало геноцид Тутси, подспудная подготовка к которому шла в течение нескольких лет до этого. Зато оно превратило его в веселое утреннее шоу. Государственные радиостанции в Руанде, хоть и обслуживали подготовку к этому ужасу, скучно жевали свою информационную жвачку. «Тысяча холмов» — это другое дело. На РТЛМ крутили современную музыку, шутили и принимали звонки слушателей. Ведущие рассказывали в прямом эфире, как они курили косяки на блокпостах и в деталях описывали трупы убитых Тутси, встретившиеся им в поездках по стране. Расшифровки их передач, легко доступные в сети, поражают в первую очередь бесстыдством. В этом и была их главная медийная инновация. Бобицкий приводит цитаты. Поверьте, они очень похожи на репортажи телеканала «Россия» про то, как украинцы сушат волосы над плитой. Небуквальным содержанием в передачах «Тысяча холмов» людей убивают. Жгут, разрезают на части, бросают в ямы. А интонации. Буквально только что, в октябре, в Гааге, начался суд над основателем этой радиостанции, Фелисьеном Кабугой. 23 года он прятался, и два года назад его все-таки поймали. Ему 89 лет, но есть шанс, что он успеет получить приговор. За подстрекательство к геноциду в Руанде сажали не только медийщиков. В декабре 2002-го получил 15 лет самый известный тогда руандийский певец Симон Бикинди. Он выступал на правительственных митингах. Его песни с призывами убить Туци и неверных Хуту, среди Хуту тоже были предатели, крутило то самое радио. Это был прецедент. Первый исполнитель, приговоренный по таким обвинениям. На суде он возражал, что песней убить никого нельзя. А его подруга тех лет, сама по национальной институции, рассказывала потом, что на самом деле Бикинди никого не ненавидел, а просто был оппортунистом. Ну, какие песни правительство заказывало, такие и сочинял. Знакомые все сюжеты. Ровно это уже происходило, не знаю, в нацистской Германии, когда физическое уничтожение евреев стало последним шагом, а перед этим был долгий процесс вот такой дегуманизации с помощью вербальной агрессии. То есть демонстрацию границ между ими и нами, демонстрацию о том, что они не люди. И вот сейчас я с ужасом наблюдаю в этих пассажах про то, ха-ха-ха, смотрите, как они сушат цвет над, сушат голосы над газовой плитой. Демонстрацию попытки дегуманизировать и проявить хоть в чем-нибудь какую-то, ну, как сказать, показать, что мы в чем-то сильны. Потому что, как бы, говорить о реальных победах на фронте, на настоящем физическом фронте, как бы, невозможно, потому что их нет. И поэтому приходится хвастаться, чем можем. И заодно мы, как бы, хвастаемся, и заодно, как мы таким образом дегуманизируем их, как некоторых таких существ, которые не ведут какую-то правильную жизнь человеческую, а прибегают к каким-то совершенно дедовским способам выживания. И при этом все вот эти вот, весь этот черный пропагандистский смех, черный пропагандистский юмор, он направлен на подчеркивание, что на самом деле украинцы сами виноваты в том, как они сейчас выживают. Нацистская пропаганда, как известно, изображала евреев крысами. Обесчеловечивание через отождествление с паразитами, крысы, тараканы – это один подход. Другой – обесчеловечивание через обесчеловечивание, когда людей изображают исчадиями ада, потусторонним злом. Это имеется в виду, когда пропаганда обвиняет украинцев в нацизме, примерно так же, как на чеченцев был повешен ярлык террористов, когда Путин начал Вторую войну в Чечне. Террористы, нацисты – это нелюди, к ним неприменимы сострадание и гуманность. И такое тоже бывало раньше. Перед резней в Сребренице в 1995 году пропаганда Милошевича изображала живущих там босницев террористами и захватчиками. А 12 лет назад, в 2010-м, Международный уголовный суд по Югославии приговорил бывшего советника при сербской армии, ну, по сути, политрука Милана Гвера, к пяти годам тюрьмы за участие в геноциде в Сребренице именно как пропагандиста, за пресс-релиз о том, что действия военных были направлены на нейтрализацию террористов, а не гражданских лиц, и за его подхваченное телевидением заявление о том, что мирным мусульманам в Сребренице ничего не угрожает. Вот отрывок из приговора суда. Хотя передача ложной информации средством массовой информации и международным органам не является преступным деянием, цель публикации не была невинной, говорится в приговоре. Единственный разумный вывод о цели этого комьюнике состоит в том, что оно было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение. В частности, международные органы, занимающиеся защитой анклава, с целью отсрочить любые действия с их стороны, которые могли бы помешать военным усилиям вооруженных сил Республики Сербской, заключают в приговоре. Счет убитых мирных жителей в Украине идет на тысячи. И мы уже знаем из прессы, из бесконечных показаний очевидцев, в Буче и Ирпене, изюме и Херсоне, пытки и расстрелы, военные преступления совершались под флагом деноцификации. Уже много месяцев и министр культуры Украины, и международные инстанции говорят о культурном геноциде Украины. Российская армия сознательно разрушает объекты культурного наследия, ставит перед собой задачу уничтожить как таковую украинскую идентичность. На последней встрече глав МИД Большой Семерки по совместному расследованию военных преступлений в Украине было сказано, систематическое разрушение украинской энергосистемы это тоже военное преступление, потому что не преследует военных целей. Это все эпизоды, по которым будут предъявлены обвинения на будущем трибунале. Проблема в том, что этой войне не видно конца и края, и, возможно, это не полный список. Потому что агрессия, насилие, бомбы, смерть и разрушение на глазах становятся национальной идеей. Путин не планирует останавливаться, а в России тоже есть свои Симона Бикинди. Все те 10 месяцев, что идет война, российская пропагандистская машина крутит педаль. Соловьев и Симонян, Медведев и Мария Захарова, безымянные ведущие новостей, артисты и говорящие головы в Думе, бесконечные эксперты и сердобольные тетушки, которых приводят на встречи с Путиным, все они в режиме 24 на 7 заняты сегодня обесчеловечиванием украинцев, стимулированием агрессии. Если смотреть на график, то следующая стадия организация геноцида. Хотя у Путина все идет немного не по порядку. Есть, например, очень известный эксперимент, как людей засовывали в МРТ и читали им список слов. Даже не список слов, такой текст всякими обидными прозвищами разных этнических групп. Очень грубые. И у них в определенной зоне мозга возбуждались отвечающие за агрессию. Других испытуемых засовывали в МРТ и читали им тот же самый текст, но написанный с использованием эвфемизмов, замен на более благозвучные, не такие агрессивные и так далее. И было видно, что человек испытывает меньше агрессии, когда он читает более спокойный текст. По содержанию тот же самый. Не говоря, что вам о других многочисленных экспериментах, например, участнику эксперимента Элизабет Лофт с 76-го года показывали, как сталкиваются две машины и спрашивали, с какой скоростью двигались машины, когда они, а дальше разные участники получали разные слова. Где-то говорили, что они столкнулись, где-то говорили, что они врезали, где-то говорили, что они коснулись друг друга, где-то говорили, что они ударились и так далее. Чем жестче было слово, которое выбирал экспериментатор, тем сильнее скорость казалась для испытуемого. То есть выбор слова влияет на нашу оценку действительности. Так что да, в принципе, такое полномерное использование агрессии невероятной, высмеивания все больше и больше будет дегуманизировать других людей.